сегодня европа и мир объединился вокруг украины против большого зла россии который называла нас братьями соседами ну а что оказалось оказалось совсем другая история до сих пор это в голове не укладывается пережить это невозможно в соборе богослужения не проводятся регулярные это уникальная памятка которая требует особого отношения но во время войны проходили богослужения очень короткие с присутствием всех христианских течений да не только там православные но и греко-католики были и католики были у нас есть такая традиция она воссоздана по моему 2005 года где приходят все конфессии которые присутствуют украины в том числе и буддисты в том числе иудеи и провозглашает здравица украина тоже очень хорошая традиция она во время януковича исчезла потом ее опять воссоздали со время когда вот вы говорили были пожары и не было возможности армянам где-то служить софия тогда предоставил один из пределов и здесь свершались богослужения и даже на стенах у нас остались армянские граффити которые достаточно глубоко изучены ну и сегодня мы имеем с церковью очень хорошие армянские с армянской церкви хорошее отношение мы с епископом маркосом лично знакомые очень хороших отношениях и он иногда заходит просто поговорить и когда бывают вот эти государственные мероприятия он всегда присутствует и очень благодарны его душевность такую очень хорошее отношение к украине я все время вела очень толерантно и с пониманием каждой церкви скажем так что все они тоже очень хорошо относится к памятнику которых они служат чтоб пцу что вселенский патриархат что московский патриархат у нас никаких никогда конфликтов никогда не было они с большим пониманием относятся к сохранению памятников они помогают нам их сохранять и еще тоже деньги как и мы мы в бюджете или тоже какие-то меценатские в том числе и они помогают меценатскими деньгами потому тут как-то вот до войны все сложилось было очень хорошо на то что произошло сейчас в моей голове это не просто не укладывается я училась в москве я жила москве не столько родственников россии сейчас оборваны все связи много друзей коллег в россии с которым оборвали все отношения и они не звонят я понимаю почему не звонят они не могут правду говорить но после 14 года многие звонили и первое что мы когда начинали разговаривать они начинали свою речь того что вы извините нас мы не хотели этого мы понимаем что-то происходит мы не виноваты мы ничего не можем с этим сделать но и вот это вот найти такая их не непонимание вернее не не вмешательство в ситуацию привело к этой войне которая сейчас развернула россия на нашей территории уничтожая нашу нацию уничтожая наших людей детей стариков женщин уничтожая нашу культуру инфраструктуру государственную это сколько нужно иметь злобы это сколько же нужно иметь ненависти к украинской нации что такое творить то есть идет это уничтожение украинской нации полностью и чтобы уничтожить нации надо уничтожить эти объекты стереть их с памяти из истории все и нет нации нет украины потому нам нужно защищать это нам нужно защищать всю свою культуру все свое культурное наследие нашу духовность и нашу если говорить так больше объема это нашу культуру мы должны быть солдатами на этом фронте и я считаю себя тоже этим солдатом я должна охранять все наши объекты которые вот под моим управлением особенно софия софия это центр государственности это центр духовности где все это на рождалось до центра науки и культуры и можно на эту тему говорит очень долго и глубоко очень долго это дополнял